Итак, расскажу вам анекдот. Сексится как-то два анимешника, но один к другому наклоняется и говорит «Так-так, я смотрю, уже задние ряды поняли. Спокойно, спокойно. Наберите воздуха в грудь, я продолжаю». Значит, наклоняется он к нему и говорит «Чувствуешь, как глубоко?» Ну так вот, сюжет Евангелия не еще глубже. Плотная зига всем нашим, юбангельским. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули за эти новогодние каникулы, набрались сил и снова рветесь в бой, как никогда прежде. И сегодня у нас на обзоре аниме, о котором, наверное, слышал каждый, но не каждый его смотрел. Да и вообще, наверное, никто не смотрел. Но я практически уверен, что композицию из этого аниме вы слышали буквально везде. Речь сегодня пойдет об аниме Джошираку, или, проще говоря, девушке Рокуго. Некоторые наверняка спросят, девушке Рокуго? Что такое Рокуго? Это что, блюдо какое-то? Дабы избежать этих вопросов, думаю, что стоит немного рассказать о том, что такое Рокуго. Шел 17 век. В России только закончилось смутное время. Англия и Голландия создали первую в мире транснациональную корпорацию под названием Ост-Инская компания. А в Японии началась 200-летняя изоляция от внешней торговли. Примерно в это же время, там же, в Японии, появился театр Рокуго. Рокуго, или дословно падающие слова в переводе на гайдзинский, это японский литературный театральный жанр. Под этим названием обычно известны миниатюры, исполняемые профессиональными рассказчиками, которых называют Рокугока. На эстраде или сцене театра Йосе. Как по форме, так и по содержанию Рокуго разнообразны. Иногда они имеют характер анекдота, иногда же представляют собой довольно длинный рассказ. Действующими лицами наряду с людьми выступают также животные. Действие происходит как в старое время, так и в современную эпоху. Комический элемент в рассказах составляет не только положение, в которых оказываются действующие лица, но также игра слов. Рокугоки часто используют и подручные средства, такие как веера или палочки для риса. В общем, как вы поняли, Рокугой — это такой театр одного актера, где рассказчик и жнец, и швец, и надудей игрец. Если же говорить о сюжете Джоши Раку, то его можно описать всего лишь одной фразой — комедия ситуаций. Когда я только начал смотреть, сюжетное повествование мне показалось очень странным. Буквально в первой серии ломают четвертую стену. Такое повествование мне показалось очень странным, ведь я сюда пришел смотреть на Рокуго. Собственное название меня привлекло это аниме, потому что мне захотелось познакомиться поближе с этим искусством. Но на деле оказалось немножко иначе. Это аниме все еще про театр, а точнее про пять девушек Рокугока. Собственное название аниме Джоши Раку — это сокращение от Джоши Рокуго, то есть девушки Рокуго. Буквально каждая серия начинается с того, что девушка выступает на сцене и заканчивает свой рассказ. После чего девушка уходит в комнату и начинается ситуация. Свою шизофрению на окружающих провоцировать не следует. Это могут быть как простые рассуждения о жизни, так и какая-то история. Как я уже говорил ранее, Джоши Раку — это комедия ситуаций. Но, как в анекдотах про Петьку и Василия Ивановича, есть один нюанс. Давайте вспомним выражение великого философа, идущего к реке. Играйте, видите? Весь мир театр, а люди в нем актеры. И вот тут-то меня и осенило. Авторы, ломая четвертую стену, как бы тонко намекают тебе на то, что «Чувак, ты зритель», а то, что ты смотришь, и есть театр Рокуго. И вот тут тайтл уже начинает играть совсем другими красками. В одной серии умещаются сразу две истории. Само же повествование обособлено. Это говорит о том, что серии можно смотреть абсолютно в любом порядке. В диалогах между персонажами максимально используются фишки Рокуго, такие как «Игра слов» и «Скороговорение». Диалоги между героями — это сильный плюс данного произведения, поскольку они завораживают. Тут только остается низко поклониться Сею, которую озвучили главных героинь. К сожалению, среди них особо некого отметить, так как они не имеют так называемого «звездного» статуса. Разве что Аяны Сакуру, которая озвучивает очаковское в «Бокуно пика». Но, к сожалению, из диалогов вытекает и главный минус этого произведения. Вы, к сожалению, не поймете большинство шуток, которые появляются в тайтле. Вы не подумайте, вы их не поймете не потому, что вы какой-то недалекий или не разбираетесь в юморе. Просто большинство шуток так или иначе отсылают к японскому фольклору или вещам, которые поймут только японцы. Я бы не сказал, что это как-то сильно сказывается на впечатлении от просмотра. Просто неприятно, когда ты сидишь и не выкупаешь большую часть шуток в сериале. Это равносильно тому, что ты со своей бабушкой смотришь «Кривое зеркало» или «Аншлаг» и не понимаешь, почему бабушка ржет голосину, а ты не выкупаешь шуток Петросяна. Но, поверьте, Джошираку определенно стоит вашего внимания. Даже несмотря на то, что действие происходит в небольшом количестве локаций, главные герои вытягивают данное произведение своим искрометным юмором и диалогами. Нет, Джошираку — это не ограненный алмаз в куче мусора, который я нашел и показал вам. Аниме не выделяется в музыкальном сопровождении, не выделяется как-то особо сильно в сюжетном повествовании, поскольку это, как я уже сказал, комедия ситуаций. Но каждая история по-своему уникальна. Ведь герои на экране — Рокугоки, а ты — главный зритель в этом театре Рокуго. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин